Меня зовут Энтони Падия, и сегодня я проведу день с сатанистами, чтобы узнать правду о очень противоречивой религии и системе ценностей, которые заставляют участвовать в экстремальных ритуалах и жертвоприношениях. К концу видео мы убедимся, как правда выглядят сатанинские ритуалы, и из-за чего вокруг сатанизма столько споров. Используют ли сатанисты идею сатаны как прославление свободы воли, самоопределения и бунта против традиционной религии, или они правда худшие из того, что представляют все люди, дьяволопоклонники, получающие удовольствие от боли других. Я провел день с сатанистами. Привет, Микейла. Привет. Джекс. Привет. Преподобный Ричард Лаэй Лилард. Здравствуй, Энтони Падея. Как ты? Как давно вы стали сатанистами? Четыре года назад. Семнадцать лет. Двадцать лет. Большая часть людей, когда думают о сатанизме, они представляют голых людей, совершающих ритуал вокруг костра, поющих синхронно, пока приносят какое-нибудь животное в кровавую жертву сатане. Насколько это похоже на то, что вы делаете? Ну и мы только некоторые из этих вещей делаем. Раздевания, танцы вокруг костра, танцы голыми, оргии, но не жертв, никаких человеческих жертв, животных жертв, ничего близкого. То, что ты описала, больше похоже на этот метал-концерт, а не сатанизм. Я люблю танцевать голым вокруг костра. А кто не любит? Главное – смелость попробовать. Как думаете, какое самое большое заблуждение о сатанизме? Все думают, что сатанисты носят красную обувь, потому что мы убиваем младенцев, чтобы выглядеть молодо. Но чтоб ты знал, я люблю детей. Я ни одного из них прикончить в одиночку не смогу. Так, кого-то это могло задеть, но не меня. Да я просто шучу, я просто шучу. Сатанисты не едят детей, атеисты не едят детей, ведьмы не едят детей. Мы не едим детей. Принципы сатанизма. Можешь точно описать, что сатанизм для тебя? В ценности сатанизма я всегда поднимаю переосмысление и митиш. Даже в библейском пересказе сатана представляется змеем, который предлагает Еве яблоко знаний. Или возможность стать человеком, а не порабощенным богом и получать блаженство от этого. Интересно, что эту трактовку загоняют в негативные рамки. Но мне кажется, это было что-то освобождающее. Нет ничего более натурального в нас, чем хотеть то, что приносит нам удовольствие. Идея о том, от чего мы должны воздерживаться, должна быть только в нас. Это атеистическая религия, где мы не верим в бога или богов, или демонов, или ангелов. Хотя есть те, кто это делает, но есть те, кто нет. Мы же сами считаем себя богами. И в нашем мире мы уже можем многое творить, в частности вещи, которые раньше были доступны только природе. А нам дана способность творить и думать самостоятельно. И если это так рассматривать, то мы божества в собственном мире. И если каждый считает себя богом, да, это эгоистично, но при этом каждого заботят все вокруг, потому что они тоже боги. Допустим, ты относишься к себе с уважением бога, но относишь ли ты к другим с таким же уважением бога? Когда они этого заслуживают, это важно понимать. Как вы решаете, кто заслуживает? У нас, естественно, есть набор идеалов. Даже базово, если вы читали принципы сатанизма, они довольно гуманны, исчерпывающие, они звучали бы как «Не будь мударом». Так, у меня теперь чувство, что я живу этой идеей всю свою жизнь, и получается, чё, я сатанист? Они просто не му**к, и это только одна из вещей. И даже если будете расспрашивать о разных вещах религиозного человека, вот с этим согласны, а с этим согласны? Они ответят «Да, в этом есть смысл». Да, в этом большой смысл. Да, я согласен. Поздравляю. Вы согласны с принципами сатанизма? Мы их просто все поместим на экран, можете пройти их как тест? И напишите для нас, со сколькими вы согласны. Сатанизм – это религия или антирелигия? В нём есть все определяющие черты религии. Он содержит набор общих ритуальных практик, своё комьюнити, эстетику и, естественно, очень долгую историю. Вот всё это минус божественный элемент, минус сверхъестественный элемент. Сатана означает оппонент, противник. Включая Новый Завет. Если кого-то назвали сатаной, это означало, что ты мой противник. Потому является ли сатанизм антирелигией? Исходя из этого, абсолютно так. Это антирелигиозная религия. Поклонение. Верите ли вы буквально в сатану? Такого красного мужика с рогами, крыльями? Или как должен выглядеть сатана? Я поклоняюсь идее и символизма сатаны. Я не верю в существование огромного красного мужика с рогами, крыльями и всем таким. Нет. Сатанизм на словах это... Эй, делай что хочешь, главное, никому не навреди. Я не верю в буквального сатана. Сейчас есть люди, которые утверждают, что они сатанисты и поклоняются буквальному дьяволу. Если вы поклоняетесь буквальному дьяволу, то вы буквально дьяволопоклонник, а не сатанист. Вы не следуете принципам сатаны. Я не поклоняюсь чему-либо. Я поклоняюсь себе. И все мы должны, малыш, ну давай. Я скорее поклонник Джекса. То есть вы не стоите на коленях перед статуей сатаны, приговаривая? Что я могу сделать для тебя, хозяин? Нет, я больше люблю мускуровать напротив зеркала, кайфовать, наслаждаться запахом свеч, слушая громко первый альбом Металлики. Вот моя церковь, звучит как хороший вечер пятницы. Черт, так и есть. Имеет ли сатанизм какую-нибудь связь со сверхъестественным? Нет, я не верю в какие-то сверхъестественные элементы. Но я верю, что идеи сверхъестественного поддерживаются правящим классом, чтобы лучше держать контроль. В смысле, чтобы внедрить мысль, что тебя постоянно искушает что-то злое или же судит что-то доброе? Кто вообще определяет, что хорошо, что плохо? Я думаю, что это дает больше власти людям, которые уже владеют нами. При этом они могут все делать без последствий, потому что могут прикрыться делами или во имя добра, или во имя Бога. Есть ли физически какая-то церковь или храм, где собираются сатанисты? Есть места, где встречаются сатанисты. Я сама собрала где-то сотню с лишним таких встреч. Сатанизм очень сильно табуирован, и это страшная субкультура для многих людей. Так что встречаться нам приходится тоже тайно. Когда вы встречаетесь с большими группами, с другими сатанистами, кто-то стоит в центре, говоря «Так нужно делать, так не нужно делать, так делать плохо, так делать хорошо, за такое нужно извиняться» или что-то вроде того. Нет, никто не стоит в центре, говоря, что нам делать. Я думаю, это не очень типично для традиционной практики сатанизма. Как понять справедливость? Как понять в себе силу? Мы должны учиться сами мыслить критически. Вместо того, чтобы на слово верить людям, которые буквально пытаются заработать на принятие их убеждений. Инициация. Ты помнишь момент, когда было принято решение принять сатанизм? Я вернулась с приема у врача. Мне сообщили, что если бы я попыталась зачать ребенка, то 80% вероятности, что я умерла бы от этого. Тогда еще было очень много слухов, что закон Уэйда могут в конечном итоге отменить. И я реально понимала то, что у меня нет вариантов. То есть получается, что если бы ты забеременела или родила, то это привело бы к осложнениям или смерти. Да, и это было тревожным звонком для меня, учитывая, как я была молода. И я помню, как увидела огромную группу активистов, которые вели сатанинский храм. И я нашла в них много общего и решила, что возможно там мне и правда будет лучше. Я была частью Вестлинской церкви, я выросла в Лютерианской церкви. И было большим грехом похоть, даже думать о похоти. Да или даже завидовать. И я просто даже помню это чувство. И я такая ужасная, по сути. И думала, почему я не могу держать себя под контролем? И это шло через прямые линии того, что мне постоянно должно быть стыдно. И если такое происходит, то нужно бесконечно безумно просить прощения. И это начало мне надоедать. И я читал Библию, держал её и думал, это бессмысленно. Я в это не верю. И я понял, знаете что? Я не верю в Библию. И я больше, чем просто... Я не... Я не атеист. Я крайний... Антитеист. Я сатанист. В то время мой парень, который был буддистом, сказал... Нет, ты не сможешь, тебе не получится. Но я сказал, я абсолютно убеждён, что я сатанист. Он ответил... Нет, ты нет. Я ответил, ну тогда ты не буддист. Нет, я Роб. Ну тогда я сатанист. Всё так просто. То есть вам не нужно быть инициированным или вроде того. Хорошо, я расскажу тебе про мою инициацию. Я наделал длинную робу и пошёл в тёмную комнату, зажёг свечи. И я вознёс свой кинжал к небу. А потом опустил его. Я пододвинул ноутбук и сказал, окей, Гугл, как мне стать сатанистом? Я отпил вина. Да, базово всё, что нужно, чтобы быть сатанистом, это придерживаться принципов сатанизма. Если вы решили, что вы сатанист, то вы сатанист. Любой может стать сатанистом. Да, конечно. Совершенно любой из нас. Независимо от того, кто вы, что вы, вы можете стать сатанистом. А как сделать это? Нужно об этом просто заявить? Да. Да, это звучит не очень сексуально. Просто верь, и всё будет нормально, вот и всё. Многие люди, вероятно, даже из тех, кто сейчас нас смотрит, думают, что сатанизм – это секта. Насколько это правда? Всё, что угодно, может быть сектой. А были ли раньше сатанистские секты? Не знаю, наверное. Но у сект есть характерные черты. Например, харизматичный лидер, за которым все следуют его прославление. Если харизматичный лидер определяет, что ему это нужно. Изоляция от внешних людей. Сатанизм таких штук в себе не подразумевает. Я как-то провёл день с человеком, который сбежал из секты. На самом деле два. Были две серии сбежавшими из секты. И одна вещь там была основополагающей. Это то, что есть другие. То, что вот есть они, а есть мы. И мы разные. И, конечно же, мы лучше. И поэтому даже запрещается мысль о том, что ты можешь уйти, так как будут последствия. Это одно из основополагающих секты. Это подходит к сатанизму? Нет. Это не подходит ни к одной группе сатанистов, которых я знаю. Это полностью добровольно для меня. Меня никто никогда не принуждал к этому. Я могу уйти в любой момент, если захочу. Получается, нет никакого наказания за уход, если вы поменяли убеждение или нашли что-то, что больше вам подходит? Нет, ничего страшного. Если ты хочешь уйти, то есть нет никакого наказания за это. По крайней мере, мне не кажется, что узнать что-то подобное должно быть грехом. И не должны начинаться гонения из-за того, что ты хочешь что-то узнать. Опыт. Как проходит твоя повседневная жизнь? Она отличается от людей, которые не сатанисты? Кроме утренней кровавой ванны. Да, её пропустим. Понятия не имею, чем-то моя жизнь отличается. Ну, допустим, как публичный сатанист, я получаю много угроз с убийством постоянно. В больших объёмах. Этим отличается, потому что я сатанист. А в остальном, не думаю, что чем-то отличается. Влиял как-то сатанизм на вашу работу, на ваши отношения или учёбу? Я больше не разговариваю со своей семьёй. Мой отец, мой отец, я никогда его не прощу. Он был очень жестокий человек. Однажды он разозлился и... Он... Утопил... Моего брата в ванной. О, господи. Когда вошла моя мать, он... Схватил её и тоже утопил. Он даже схватил мою собаку. И так же, как остальных, утопил в ванной. Он был зол, потому что... Мы не пошли в церковь в тот день. И это его так выбесило, что он решил утопить мою семью. На самом деле, я сейчас соврал обо всём. Что я хотел этим сказать? Если бы это была реальная история, вы бы не хотели, чтобы прощали такого монстра. От вас уже не ждут прощения. Я бы спросил, этот человек в тюрьме, он ещё жив, что с этим человеком? Этот человек... Бог. Ещё в Ветхом Завете писалось, что Бог не мог найти ни одного праведника, кроме Ноя и его семьи. Поэтому он решил разразить небеса. И затопить всю землю. Потому что ему не нравилось, что они делают. Ему не нравилось, что они не поклоняются ему. Это распространённое убеждение, которое накрепко засело в головах многих людей. Они убеждены, что символ всего... Хорошего? Это Бог. И он представление всего хорошего. Бог есть любовь. Я постоянно это слышу. Но для меня любовь не в том, чтобы не рассказывать твоим детям совершать геноцид. Любовь не говорит своим детям приносить в жертву собственных детей. Концепции ада не существовало до момента сотворения Христа. Мне не нравится, когда мне угрожают вечным проклятием. Я этой любовью не считаю. Если Иисус знает всё, если Иисус знает всех, кто когда-либо родился и кто должен попасть в ад, то он решил отправить этих людей в ад. Он решил позволить им родиться. Но решил отправить их в ад на вечные муки. И это не любовь. Ну а если брать отношения, то да, иногда было. Я начинал с кем-то болтать. Слово за слово. И вот начинается. Я верю в Бога. Я поклоняюсь Богу. Я христианин. Хорошо. Для тебя. Надеюсь, это делает тебя счастливым. Желаю хорошей жизни. Помню, как в моем школьном кампусе было объявлено, что приедет Тед. И будет открытая сцена от Тед Толк. Я объявила на всю школу, что занимаюсь сатанизмом. И это вызвало у людей испуг. Были те, кто подкладывал записки мне в шкафчик. Говорят, что я буду гореть в аду и буду навеки проклята. Они хотели моей смерти за мои занятия. Ты участвовал в воскрешении, чтобы вновь стоял сатанинский монумент. Ты можешь рассказать, как это было? Это было, когда я работала с сатанинским храмом. И этот проект был ответом на памятник десятью заповедям. В столице и в зданиях суда. Сатанинскому храму пришла идея тоже поставить сатанинский памятник и попросить его зарегистрировать. Используя такие же религиозные причины для этого. По логике, если у вас есть монумент Христа, то у вас должен быть и монумент сатаны, макаронного монстра и всех остальных. В обратном случае, вы просто нарушаете конституцию. Его пока не одобрили к установке ни в одном из мест государственной собственности. Когда я устроила первый смотр памятника в Детройте, были массовые протесты. Буквально приезжали автобусы христиан и пели религиозные гимны. И молились напротив здания, когда мы пытались регистрировать гостей, и начался сильный ливень. Христиане стучались во все окна и двери. Я оказалась внутри заперта с парой обнаженных артистов и теми, кто пытался зарегистрировать гостей. Лиза Линк, очень крутой репортер, и она спросила, Чё за хуйня здесь происходит? Я говорю, я не знаю. Там кто-то арендовал каршеринг и поставил в него статую Давида. Закрепил его сзади ремнями и кружился вокруг здания, где у нас было мероприятие. По сути, это показало количество христианских привилегий, которые доступны в нашей стране. Сама идея, что кто-то имеет альтернативную интерпретацию или другую систему убеждений. Это якобы атака. На тех, кто с этим почему-то не согласен. Это настолько дико, что один символ статуи просто весь из металла, сплавленный, сформированный так, чтобы выглядеть определенно, может спровоцировать такой хаос и при этом одновременно радость и другие перечни эмоций, когда это просто представление одной идеи. Энтони, ты себе даже не представляешь. Отмечаете ли вы какие-нибудь традиционные праздники других религий? Рождество с моими друзьями, но это скорее больше акт дарения. Никакой религиозной подоплеки в этом. Я праздную Рождество, а мне это не прям, чтобы нравится. Вообще, в сатанизме праздник номер один, который должен быть особенным, это твой день рождения, потому что он посвящен только тебе. Но праздновать дни рождения других тоже нормально. Можете праздновать Рождество или Пасху, это все равно языческие праздники. Разве сатанисты не говорят, не празднуй Рождество, оно связано с Христом? Если хочешь праздники отмечать, отмечай праздники. Это реально, то, что мы делаем, это про удовольствие себе. Если доставляют удовольствие, делай. Мне не очень нравится большинство религиозных праздников, хотя я реально получаю удовольствие от практики. До христианских традиций, и чтобы отметить сезон. Ритуалы – это то, что мы пытались традиционно закрепить навсегда. Каждая человеческая цивилизация, которая существовала, буквально каждая, имела ритуалы. Ритуалами могут быть ежегодные национальные трагедии, цикличные праздничные собрания, праздники, дни рождения. И, конечно, для идиозных. Ритуалом буквально является пожелать спокойной ночи. И чтобы спокойной ночи вернулась к тебе. Это прекрасный ритуал. Если кто-то из смотрящих глубоко оскорблён сатанизмом, но при этом полностью открыт к твоим словам, какие бы это были слова? Хорошо, хорошо обижаться. Это заставляй задуматься. И тогда вы можете начать читать. Начните читать всё, все свои священные книги. Прочтите про сатанизм, прочтите про атеизм. Почему нет? Что вас сдерживает? Да, это может пошатнуть вашу веру. Но если вы не можете ответить так, как говорит Библия, как вы сможете рассказать кому-то, почему вы верите? Тогда вы не следуете великому предназначению. У тебя есть пять секунд, чтобы порекламировать всё, что ты хочешь, прямо на камеру. Вперёд! Подписывайтесь на меня в Инстаграм, Костротед Энджел. Можете следить за моей работой на jaxblackmore.com или соцсетями через собаку jaxblackmore. Gentlemanpsychic.com Или можете найти меня в Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб по хэштегу The Gentleman Psychics. Не будьте мудаками, подпишитесь на Энтони Пади. Это должно быть моим слоганом. Мы просто его возьмём. Это теперь мой слоган навсегда. Вот так я провёл день с сатанистами. Я начал понимать идеи верования сатанистов немного лучше. И это сильно отличается от того, что показывают о сатанистах в СМИ. И... И понятно, почему на это реагирует со страхом и агрессией. Надеюсь, это хорошее напоминание, что нужно взывать новое. А не делать предположения, которые могут оказаться заблуждениями. Спасибо за просмотры. Надеюсь, что вы поставите лайк под это видео и напишите какой-нибудь комментарий, что вы об этом думаете. А перевёл и озвучу в виски. Ритуал, который я делаю, я иду в душ. И когда я выхожу из душа, я надеваю свой костюм. Надеваю плащ. После я сажусь в свой сатан-мобиль. Так оскорбительно, что на моей машине различные сатанинские образы. Дьявол меня достанет, как же мне парковаться рядом с этим? То есть рядом с тобой, частенько, свободное парковочное место, но почти всегда.